Продолжение следует... В то время жила в доме ее матери уже в последнем периоде безнадежной болезни одна дама по фамилии Маршаль, которой из побуждения милосердия дали временный приют. Сицилия, так звали госпожу Эл, засиделась однажды вечером позднее обыкновенного и по-детски прилегла и заснула на диване в гостиной. Проснувшись через несколько времени, она сообразила, что должно быть уже поздно, потому что огонь в камине догорал, в комнате было пусто. Сделала движение, чтобы подняться, она вдруг увидела, что фигура госпожи Маршаль, одетая в белом, наклоняется над нею. — О, госпожа Маршаль! — воскликнула она. — Зачем вы сошли сюда? Ведь вы можете простудиться. Фигура улыбнулась, не отвечала ничего, но, направляясь к двери, сделала знак с Сицилией, чтобы она следовала за нею. Та повиновалась не без некоторого чувства страха и еще с большим страхом наблюдала, как этот образ, который все еще принимала она за госпожу Маршаль, поднимался обратно вверх по лестнице медленным скользящим движением к дверям своей спальни. Сицилия шла следом, и когда была уже на площадке лестницы, образ госпожи Маршаль на ее глазах, не поворачивая замка и, не отворяя двери в комнату, прошел туда, как будто бы через вещество стены, и пропал таким образом у нее из виду. Крик девочки привлек к ней мать, которая, вышедшая из комнаты госпожи Маршаль, спросила ее, в чем дело. — О, мама! Мама! — воскликнула испуганное дитя. — Разве это было привидение? Мать побронила ее сперва за глупые фантазии. Но когда Сицилия передала ей подробно то, что видела, мать содрогнулась. И было отчего. Прошло не более полчаса, как госпожа Маршаль скончалась на ее глазах. Ей вспомнилось и то, что за несколько минут перед смертью госпожа Маршаль поминала про Сицилию, которая была ее любимица, и выражала горящее желание с нею повидаться. Но госпожа Эф, опасаясь слишком сильного действия такой сцены на ребенка, остереглась позвать ее. Горящее желание не созрело ли вдруг в действии, когда сброшены были земные путы? Предсмертный порыв не был ли все-таки удовлетворен, несмотря на предосторожность матери? Вот еще какой сон или видение имела госпожа Эл раз ночью в начале ноября 1953 года. Ее сестра Исфирь, незадолго перед тем вышедшая замуж, несколько недель назад выехала со своим мужем в Калифорнию, и родные ожидали в скором времени известий о ее прибытии. И вот эта сестра как будто подошла к ее в постели и сказала Сицилия, «Отправимся со мной в Калифорнию!» Госпожа Эл в своем сне возразила ей, что не может оставить мужа и детей для такого длинного и тяжелого путешествия. «Мы же очень скоро туда прибудем», — сказала Исфирь, — «ты возвратишься домой к утру». Предложенное путешествие во сне не показалось ей невозможным. Она встала с постели, взялась за руку сестры и чувствовала, что вот они поднялись и быстро пронеслись через огромное пространство. Спустились они у жилища, очень простого и грубого по виду. Такого в своем воображении никогда не отвела бы она сестре в этой новой стране, куда-то поехала с мужем искать счастье. Сестры вошли, и Сесилия узнала своего зятя. Он был грустен и одет в траур. Тогда Исфирь ввела ее в комнату, посреди которой стоял открытый гроб и указала на лежавшее в нем тело. Это было собственное тело Исфири, мертвенно-бледное на вид. Госпожа Эл взглянула в немом изумлении сперва належавший перед ней труп, потом на тот образ, видимо, сияющий жизнью и умом, который привел ее сюда. На ее вопросительный и изумленный взгляд этот живой образ отвечал, «Да, сестра, это тело было моим, но болезнь сразила его, я заболела холерой и перешла в другой мир. Мне хотелось показать это тебе, чтобы приготовить вас к вести, которую скоро вы оба получите обо мне». Через несколько времени госпожа Эл, как ей казалось, снова поднялась на воздух, опять перенеслась через огромное пространство и, наконец, вошла в свою спальню. Скоро она проснулась с таким живым впечатлением виденного сна, что долго не могла уяснить себе, во сне ли или наяву совершила она это путешествие. «Какой я видела сон!» – тотчас сказала она мужу. «Но неодобрительно, ах ты вечно со своими снами!» – замкнула ей рот. И она не сказала о том ни слова больше ни ему, никому другому в семье. Неделю четыре спустя Калифорнийская почта принесла письмо от мужа их в Сирии, которым тот извещал родных о внезапной смерти его жены от холеры накануне той самой ночи, как госпожа Эл видела свой сон. Когда месяцев через шесть после того, возвратившийся в Ман-Са-Щусет, зять услышал от госпожи Эл описание грубого жилья, в котором она видела себя перенесенной во сне, он подтверждал, что описание соответствует во всех подробностях тому дому, в котором жена его действительно умерла. Кающаяся служанка Есть нечто... Некто, мисс В, молодая девушка, моя близкая и добрая, знакомая, характера прямого, развитая и образованная, отрасль одной из старых нью-йоркских фамилий. Несколько лет назад она прогасила неделю или две у своей тетки, гостеприимной хозяйки обширного и прекрасного старого дворца на реке Гуссоновой. В этом дворце, как и в некоторых старинных замках Европы, была одна комната, которая давно уже слыла неспокойною. Говорили об этом мало, но комнату и не пользовались, кроме случаев самой настоятельной надобности. В пору пребывания там мисс В гостей собралось особенно много, и хозяйка, извиняясь, обратилась к своей племяннице с просьбой, не уступит ли она в свою комнату на день-два на вновь прибывшим гостям, рискуя выдержать в другой посещение привидения. Мисс В отвечала, что она не боится посетителей с того света, и дело было решено. Девушка легла спать спокойно и без всякого страха. Проснувшись около полуночи, она увидела, что по ее комнате ходит пожилая женщина в опрятном, немного старомодном платье, очевидно, из старших служанок. Но лицо ее было незнакомо. Сначала мисс В не почувствовала никакой тревоги, решив, что это одна из служанок дома, пришедшая сюда за какой-нибудь надобностью. Но по минутному раздумию она вспомнила, что, ложась спать, замкнула дверь. Это смутило ее. И ее ужас еще возрос, когда фигура подошла к постели, наклонилась к ней и, видимо, делала усилия, хотя и напрасные, заговорить. В страшном испуге мисс В натянула одеяло себе на голову, а когда немного спустя решилась выглянуть, фигура уже как не бывало. Она бросилась к двери, и дверь оказалась по-прежнему замкнутой изнутри. Но разве возможны такие вещи, как привидение, размышляла она, улегшись опять в постель. Это было нечто реальное, если только верить своим глазам. В таком убеждении спустя два-три бессонных часа она заснула. Но наутро, при ярком свете дня, этот вывод уже не казался ей таким несомненным. А через несколько месяцев он перешел, как это бывает с молодыми людьми, в чувство какой-то смутной веры. Затем, однако, случилось обстоятельство, оживившее эту веру в реальность ее полуночной гости, до степени уже непоколебимой уверенности. Приняв приглашение одной короткой своей приятельницы погостить у нее несколько дней, она открыла, что хозяйка ее придается очень спокойным образом спиритуалистическим опытом. Мисс Вэ, заинтересованная предметом, по части которого слышала много толков, но наблюдала сама еще очень мало, приняла участие в нескольких сеансах своей знакомой. При одном из этих случаев объявившийся дух назвал себя Сарой Кверк, именем которой обеим дамам было незнакомо. Сущность сообщения состояла в том, что она, Кверк, за много лет назад служила ключницей в семействе тетки Мисс Вэ, что пыталась, но безуспешно, войти в непосредственное сношение с Мисс Вэ, когда та в последний раз гостила в старом дворце, что целью ее тогда было повиниться в одном преступлении ее совершенном и спросить у своей бывшей госпожи прощения. Непобедимое желание исполнить это прибавила она, побуждала ее посещать комнату, которую она занимала при жизни. Далее она сообщила, что, быв ключницей, соблазнилась похитить и скрыть несколько вещиц семейного сервиза, в том числе серебряную сахарницу и другие предметы, которые все пересчитала, и что она была бы очень благодарна Мисс Вэ, если бы та сказала обо всем этом своей тетке и выразила ей глубокое сожаление и ее, Клэрк, о своем поступке и надежду получить прощение. Впервые же затем приезд к своей тетке спросила ее, МВ, знала ли она когда-нибудь личность по имени Сара Клэрк, еще бы, отвечала та. Да, Клэрк служила ключницей у нас в семействе что-то 30 или 40 лет тому назад. Что это была за личность? Хорошая, заботливая, аккуратная женщина. Не пропала ли у вас, тетушка, в то время какой-нибудь серебряной вещи? Тетка подумала. Да, кажется так, серебряная сахарница и несколько других вещей исчезли каким-то необъяснимым образом. С какой стати ты спрашиваешь? Подозревали ли вы когда-нибудь Сарру в этой покраже? Нет. Конечно, она имела доступ к вещам, но мы считали ее слишком честной, чтобы провиниться в воровстве. Тогда мисс В. передала известие, полученное ей и ее знакомой. И после чечения сведений оказалось, что перечень вещей, сообщенной Сарой обеим дамам, точно отвечал действительной пропаже, насколько тетка могла ее припомнить. Что эта дама думала насчет рассказа своей племянницы, я не знаю. Она высказала только одно, что если Сара действительно взяла те вещи, она очень охотно ее прощает. Замечательную черту этой истории остается еще так сказать. С этого времени непокойная комната сделалась совершенно покойной. Сара Кларк ни разу больше не являлась никому из ее обитателей, зная положение и характер прикосновенных лиц. Я могу ручаться за достоверность этого рассказа. Посмотрим же, что он нам откроет относительно будущей жизни. Там есть тревожные сокрушения по тяжелым грехам, совершенным в этой жизни. Там есть страстное искание прощения со стороны тех, кому дух несправедлив был на земле. Иначе сказать, естественные последствия злых дел преследуют нас и в той фазе существования. Обращая также внимание на сильные доказательства личного торжества, которое представляет рассказ Мисс В. Имя Ключницы не было известно обеим дамам, когда объявившийся ее дух сделал свое сообщение. Решительно ничто не наводило ни на это имя, ни на сделанные признания. И между тем, по поверке и имя, и призвание, признание оказалось вполне отвечающими тому, что было в действительности лет 30 или 40 назад. Не говоря уже о новом факте, вполне подошедшем ко всему остальному. О прекращении духом его посещений, как только у посетителя не стало более поводов являться людям. Один наш знакомый, человек с высшим образованием, заслуживающий полного доверия, а рассказал нам следующий случай из своей жизни. Несколько лет тому назад, говорил он, полюбил я одну девушку, с которой имел намерение вступить в законный брак, и уже был назначен день нашей свадьбы. Но за несколько дней до брака невеста моя простудилась, получила скоротечную чахотку, и через 3-4 месяца умерла. Как невелик был для меня удар, но время свое взяло. Я забыл о невесте, или, по крайней мере, не скорбел о ней уже так, как в первое время после ее смерти. Случилось мне однажды по делам службы проезжать через один город нашей губернии, где были у меня родные, у которых я и остановился на одни сутки. На ночь мне отвели отдельную комнату. При мне была собака, умная и преданная. Ночь была, как теперь помню, лунная, хоть считай. Только что я был, начал засыпать, как слышу, моя собака начинает ворчать. Зная, что она никогда напрасно не ворчит, я подумал, что, вероятно, в комнате нечаянно заперли кошку, или пробежала мышь. Я приподнялся с постели, но ничего не заметил. Собака же сильнее и сильнее ворчала, видимо, чего-то пугалась. Смотрю, а у ней шерсть дыбом стоит. Начал бы успокаивать ее, но собака более и более пугалась. Вместе с собакой безотчетно я испугался чего-то, хотя от природы не был трусом. Да так испугался, что на голове мои волосы дыбом стали. Замечательный испуг мой усилился по мере испуга моей собаки и дошел до такой степени, что, кажется, еще одна минута я, наверное, лишился бы чувств. Но собака моя стала утихать, а вместе с ней я стал успокаиваться и в то же время начал как бы ощущать что-то присутствие и ожидать появления, сам не знаю какого. «Когда совершенно успокоился, вдруг ко мне подходит моя невеста и, целуя меня, говорит, здравствуй, а, ты не веришь, что за гробом есть жизнь? Вот я явилась к тебе, смотри на меня, видишь, я жива, даже целую тебя. Верь же, мой друг, что со смертью не прекращается жизнь человека». При этом она указала мне, что прочитать из Священного Писания за гробной жизни и из других разных духовных сочинений. Она сообщила мне еще нечто, о чем запретила рассказывать другим. «Когда я встал на другой день, то увидел себя совершенно посидевшим за одну ночь. Так что мои родные испугались, когда увидели меня за утренним чаем. Я должен при этом сознаться», продолжал наш знакомый, «что до сего случая я ни во что не верил, ни в Бога, ни в бессмертие души, ни в загробную жизнь. Несколько лет не ходил в церковь, оставаясь без исповеди и святого причастия, смеялся над всем священным. Посты, праздники, священные обряды православной церкви для меня не существовали. Но теперь, по милости Божией, я сделался опять христианином, человеком верующим. И не знаю, как благодарить Господа, что он исторг мне из бездны пагубных заблуждений. Мы прибавим от себя, что А.Н. в настоящее время состоя мировым судьею в одном из уездных городов северо-западного края, до того набожен, что, кажется, не было случая, когда бы он пропустил службу Божию. А.Н. Личность высокоинтеллигентная, сообщает следующий случай. Одна моя знакомая курсистка А.К. отравилась, и я считал себя виновником ее самоубийства. Первые дни после ее смерти меня так мучили терзания совести, что я доходил до отчаяния и впадал в беспамятство. Припадки скоро прекратились, но я стал очень нервен. При малейшем волнении у меня вставали дыбом волосы на голове. Пароксизм и отчаяния так отравляли мне жизнь, что я с трудом удерживался от самоубийства, которое я считал нечестным и слабохарактерным поступком. Но критическая мысль во мне не слабела, я мог наблюдать за собой, и лечивший меня доктор хвалил мою объективность. Однако, несмотря на приемы разных успокоительных и снотворных средств, нервность и бессонница усиливались. Только бывало, задремлешь, как вновь проснешься, словно кто толкнет тебя. Одна же, недели три спустя, после того, как умерла Ака, я проснулся и почувствовал ее присутствие. Я приписал это сновидению, но на другую ночь я вновь проснулся с той же мыслью о ее близости. Лампа еще горела, и товарищ мой, ночевавший у меня в эту ночь, ложился спать, как будто кто вошел в комнату, сказал я. Взойти некому, а вот ветром откуда-то понесло, заметил он, затем спокойно задул лампу и лег. Всю ночь я не спал и думал. С одной стороны, во мне было чрезвычайно живо чувство присутствия А, а с другой, я не мог допустить существования души после смерти. Вдумываясь в свое ощущение и его причины, я пришел к мысли, что слышал шорох в коридоре, и этот шорох был шорох платья и шагов АК. На другой день после обеда, перед сумерками, я лег на кровать и задремал. Очнулся от того же шелеста и сразу решил гляди и не двигайся. Стиснув зубы, крепко впившись ногтями правой руки в левую, я широко открыл глаза и глядел на дверь. Отворилась она или нет, не помню, не заметил, но ясно увидел АК. Она была в белом платье с синими цветочками и медленно шла ко мне от двери. Лицо привидения было бледно и грустно. Подойдя к самой постели, она протянула руку, чтобы положить мне ее на лоб. Отчетливо помню, что у меня мелькнуло неприятное представление о мертвой холодной руке, но когда она коснулась и довольно тяжело легла мне на лоб, я ощутил живую, теплую, слегка влажную руку. Тень сказала мне несколько слов тихим голосом с особенной убедительной интонацией. Эти слова и тон я до сих пор представляю себе очень живо. Тогда я вообразил себе, что она жива. Вскрик вскочил, хотел схватить ее, но тень пропала. Мой крик слышал шедший ко мне друг. Я думал, что ты зарезался, сказал он мне, вскочил с испуганным лицом в комнату. Я видел, сказал я ему. Галлюцинация, заметил он, но внимательно осмотрел комнату и, помолчав, добавил. Ты озон добывал, что ли? У тебя сильно пахнет озоном. Действительно, озоном пахло сильно, но он был смешан с еще каким-то запахом, определить который мы не могли. Помню, что мой друг сказал что-то о новой способности человеческого организма выделять электричество, превращающее кислород воздуха в озон, но, обнюхав меня, усомнился в своей гипотезе. В 1871 году, состоявший в Першевском хоре, а я прожил не более 24 лет, рассказывает ярославский архиепископ Нил, умер от эпидемической холеры. Через 10 дней после смерти, именно утром 16 июля, явился он мне во сне. На нем был знакомый мне сюртук, только удлиненный до 5. В момент явления я сидел у стола гостиной своей, а он вошел из зала довольно скорым шагом, как это я всегда бывало показывал знаки уважения ко мне этим, приблизился к столу и, не сказав ни слова, начал высыпать на стол из-под жилета медные деньги с малой примеси серебра. С изумлением спросил я, что это значит? Он отвечал, на уплату долго. Надо бы заметить, что накануне приходили от фотографа Гэ, и объявили, что по книгам значится за я четыре рубля. Это меня очень поразило. И я неоднократно повторял, нет, нет, не нужны твои деньги, сам заплачу твой долг. При этих словах я с осторожностью сказал мне, говорите потише, чтобы не слыхали другие. На выраженную же мою готовность уплатить за него долг он не возражал, а деньги не замедлил сгрести рукой со стола. Но куда положил он их, не удалось мне заметить. Оказывается, тут же они исчезли. Затем, вставши со стула, я обратился к я с вопросом, где находишься ты, отшедший от нас? Как бы в заключенном замке. Имеете ли вы какое-либо сближение с ангелами? Для ангелов мы чужды. А к Богу имеете ли какое отношение? Об этом после когда-нибудь скажу. Не в одном ли месте с тобой Миша? Миша тоже певчий мальчик, живший в одной комнате с я и скончавшийся годы за четыре перед тем. Не в одном. Кто же с тобой? Всякий сброд. Имеете ли вы какое развлечение? Никакого. У нас даже звуки не слышатся никогда, ибо духи не говорят между собою. А пища какая-либо есть у духов? Ни-ни. Звуки эти произнесены были с явным неудовольствием и, конечно, по причине неуместности вопроса. Ни-ни. Ты же как чувствуешь себя? Я тоскую. Чем же этому помочь? Молитесь за меня. Вот до ныне не совершаются обо мне за упокойной литургии. При всех словах душа моя возмутилась, и я стал перед покойником извиняться, что не заказал сорока уст, но что непременно это сделаю. Последние слова, видимо, успокоили собеседника. За этим он просил благословения, чтобы идти в путь свой. При этом я спросил его, «Нужно ли спрашивать у кого-либо дозволение на отлучку?» Ответ заключался только в одном слове «Да». И слово это было произвесено протяжно, уныло и как бы по принуждению. Тут он вторично попросил благословения, и я благословил его. Вышел он от меня дверью, обращенный к туговой горе, на которой покоится прах его. В 1851 году в ноябре наши певчи отправились от нас в Иерусалим, рассказывает святогорец отец Серафим. В Драгоманы дан был им монах Эн, который немного ранее этого хотел оставить обитель. Бог весть, какова была жизнь его и особенно в Иерусалиме, только впоследствии было открыто его злоупотребление именем обители. Он сделал ложную подпись Игумена на листе с казенной монастырской печати, и с этим листом производил сбор в Палестине. Счастливо кончался срок их странствования. Протекла Пасха, наши певчи уехали из Яфы на Синай, и он в числе русских поклонников сел на корабль, отправляющийся из Яфы к нам на Афон. В первую ночь, когда улеглись все по местам на корабле, в ночной темноте, во время качки, Эн, одетый в русскую шубу, зачем-то пробрался на переднюю часть корабля, и бог весь как оборвался и полетел в море. Раза три доносился до корабля умоляющего голос «Спасите! спасите!» Но через несколько минут эти слова замерли в отдалении, и самый звук голоса слился в своем ветре и буре «Эн, утону!» Спустя неделю после этого несчастья, именно в конце ноября, один из монашествующих братьев вдруг был поражен видением. Утопленный Кэн входит в его хелью, и только что переступил порог, сказал «Не пугайся меня, я не привидение, а действительно Н!» Брат С смотрелся в лицо покойного и с недоверчивостью спросил «Да небес ли ты?» «Нет», отвечал явившийся «И истина Н!» «А прочитай да воскреснет Бог!» сказал ему С «И перекрестись, тогда поверишь, что ты небес!» «Ты перекрести меня!» заметил на это явившийся «Ты прочитай да воскреснет Бог!» «Тогда и убедишься, что я Н!» Эст перекрестился и начал читать молитву. Когда дошло до слов «Так, когда погибнут бесят лица любящих Бога!» Эн перебил его и прочитал «Так, когда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся!» И глубоко вздохнув задумался. Потом он смиренно начал просить, что помолились о нем. «Разве ты нуждаешься в наших молитвах?» спросил Эст. «Ах, и как еще нуждаюсь!» отвечал он со вздохом и взявший Эст за руку и крепко сжавши продолжал «Помолитесь, пожалуйста, обо мне!» «Да, я и о себе не знаю, как молиться!» возразил Эст. «Об этом надо просить духовника!» «И попроси», сказал явившийся, «попроси всю братью, чтобы помолились обо мне!» «Да сади я и о себе!» «Ах, нет!» «Мне ведь дано немного времени!» «Я издалека, издалека летел сюда и спешил!» «Тут вдруг пришло на мысль Эст, простите, на том, чтобы он примирился с братьей!» Эст задумался, потом вздохнул, с печалью произнес, «Не то уж теперь время!» Между тем Эст заметил, что у покойника пробит головной череп. «Это что у тебя?» «От чего?» спросил он, явившегося, указывая на раны. «А когда принесло меня по волнам к берегу, голова моя разбилась о камень!» Затем еще попросил, чтобы молились о нем, Эн торопливо произнес, что ему уже время возвращаться и исчез. А вот случай, бывший недавно в Париже. Однажды утром к священнику явилась дама и просила его отправиться вместе с нею в приготовленной карете для напутствования святыми тайнами умирающего ее сына. Взяв запасные дары и все нужное для приобщения, священник в сопровождении дама скоро прибыл в указанный дом. Но когда он поднимался в квартиру, дама незаметно скрылась. На звонок священника вышел молодой человек-офицер святущего здоровья. «Что вам угодно, батюшка?» спросил он вошедшего пастыря. «Меня пригласила сюда какая-то дама к умирающему ее сыну, чтобы исповедовать и приобщить его», ответил священник. «Тут явно недоразумение, возразил офицер. «Я один живу в этой квартире и не посылал за вами, я вполне здоров». Собеседники, вижу, тем вошли в гостиную. Висевши над диваном большой портрет пожилой женщины, невольно обратил внимание священник, и он сказал, «Да, вот эта самая дама была у меня, она и указала мне на вашу квартиру». «Помилуйте», ответил хозяин, «Этот портрет моей матери, умершей 20 лет тому назад». Пораженный таким обстоятельством, офицер выразил желание исповедовать и приобщиться, и на другой день скончался от разрыва сердца. Из воспоминаний В. И. Панаева «Осенью 1796 года тяжкая болезнь родителя вызвала отца моего в Туринск». Он поспешил к нему вместе со своей супругой, нежной любимой, и почти со всеми детьми имел горестное утешение лично отдать отцу последний долг. Но через несколько дней на возвратном пути из Сибири скончался от желчной горящики в Вербите, где и погребен в соборной церкви. Супружеский союз моих родителей был примерный, они жили, как говорится, душа в душу. Мать моя и без того огорченная недавней потерей, лишившись теперь неожиданно нежно любимого супруга, оставшись с восемью малолетними детьми, из которых старшему было тринадцать лет, а младшему один только год, впала в совершенное отчаяние, стегла в постель, не принимая никакой пищи, только изредка просила пить. Жены ирбитских чиновников видя ее в таком положении, учредили между собой дежурство и не оставляли ее ни днем, ни ночью. Так проходило тринадцатый уже дней, как в последние из них около полуночи одна из дежурных барынь, сидевшая на послонной для нее на полу уперении и вязавшая чулок, другая спала подле нее, приказала горничной запереть все двери, начиная с передней и ложиться спать в комнате перед спальней прямо против незатворенных дверей, для того, чтобы в случае надобности можно было ее позвать скорее. Горничная исполнила приказание, затворила и защекнула все двери, но только что послав на полу постель свою и хотела прикрыться одеялом, как звук отворившейся двери в третьей комнате остановил ее. Опершись на локоть, она стала прислушиваться. Через несколько минут такой же звук раздался во второй комнате и при ночной тишине достиг до слуха барыни, сидевшей на полу в спальне. Она оставила чулок и тоже стала внимательно прислушиваться. Наконец щелкнула и последняя дверь ведущая в комнату, где находилась горничная. И что же, входит недавно умерший отец мой, медленно шаркая ногами, спанившей головой и стонами в том же халате и туфли, в которых скончался. Дежурная барыня, услышав знакомые ей шаги и стоны, потому что находилась при отце моем в последние два дня его болезни, поспешила, не подымаясь с пола, достать и задернуть откинутый для воздуха полок кровати моей матери, которая не спала и лежала лицом к двери, но, объятая ужасом не могла успеть в том. Между тем он вошел и с теми же болезненными стонами, с той же поникшей головой, бледный, как полотно, не обращая никакого ни на кого внимания, сел на стул, стоявший подле двери в ногах кровати. Мать моя, незаслоненная пологом, в ту же минуту его увидала, но от радости забыв совершенно, что он скончался, воображая его только больным, живостью спросила, что тебе надобно, друг мой, и спустила уже ноги, чтобы идти к нему, как неожиданный ответ его, подай мне лучший нож, а ответ совершенно противный известному образу его мыслей, его высокому религиозному чувству, остановил и привел в смущение. Видение встало и по-прежнему не взгляну ни на кого, медленными шагами удалилось тем же путем. Пришать в себя от охватившего всех оцепенения, дежурившая барыня разбудила свою подругу, и вместе с ней и горничную пошли осматривать двери. все они оказались отворенными. отворенными Продолжение следует...